Миллионы лет назад эти ракушки были живыми моллюсками, хозяевами водной глади. Чтобы извлечь такую окаменелость из многовековой подушки безопасности, понадобится кувалда, геологический молоток, кирка и долото. Залегают драгоценные спирали в основном в горных породах. Но со временем экспонаты сами выпадают на поверхность и к поисково-спасательным работам присоединяются научные сотрудники Музея палеонтологии. Когда наскучат стандартные экскурсионные маршруты и захочется чего-то нового, самое время стать участником такой экспедиции. Идею разработать сеть туристических палеопарков по всей стране предложили питерские палеохантеры. В маршрут планируют включить 12 заказников из разных уголков России. Первую экспериментальную экскурсию провели в Ульяновской области на берегу Волги. Этот проект очень интересен с точки зрения региона, ведь, значит, мы популяризируем туристическое еще одно направление, которое с успехом можем здесь реализовывать на нашей территории, привлекать как и туриста российского, так и зарубежного, и формировать туристическую привлекательность. Мы можем являться как раз одной из опорных точек вот этим палеопарком на территории Российской Федерации, потому что у нас есть что показать. Это вот мы видим перламутровый слой, он под раковиной, самые прочные из них, и вот он остается чаще всего. И сколько ему примерно? Порядка 120 миллионов. Начинать туристический маршрут планируют из Ундоровского палеомузея. Затем путешественники в сопровождении научных сотрудников будут исследовать Ундоровскую курортную зону, посетят знаменитые геологические разрезы и вместе с опытными поисковиками поучаствуют в сборе ископаемых остатков животных и минералов. Все найденные экспонаты подвергнутся строгой оценке. Редкости передадут в музей, а вот небольшие, не представляющие исторической ценности находки можно будет забрать с собой в качестве сувенира. Супруги Олеси и Олег Соловьёвы из Краснодара в Поволжье приехали на три дня. В их палеонтологическом путешествии это уже восьмая точка на карте. Свой первый экспериментальный маршрут палеохантеры полтора года назад получили в подарок от коллег. Это настолько нас захватило с головой, что теперь каждые выходные все отпуска мы проводим вот где-то в полях с молотками, там с лопатами. Вот эта поездка в Турцию, где вы можете поваляться на песочке, не сравнится с тем, что вы можете приехать на какое-то место, где вы прикоснетесь, ну на самом деле к истории, причем не к истории там 100-200 лет, а к истории миллионов лет. За время путешествий пара собрала впечатляющую коллекцию древностей. Для обработки найденных экспонатов закупили специальное оборудование. Переоборудовали целую комнату под домашний музей. Это кость слона южного, еще одна кость, здоровый аммонит. Останавливаться на достигнутом не планируют. Актуальная цель – создать музей, в котором будут представлены все эпохи – от архея до плестоцена. На сегодняшний день свое участие во всероссийском проекте «Палеопарк» подтвердили Московская и Ленинградская области, Крымский полуостров, Краснодарский край и Кавказ. Пройдя все 12 маршрутов, туристы смогут полностью погрузиться в геологическую историю построения мира. Яна Федорищева, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ.